Геология нынче в моде? Каково это учиться на дизайнера? Что такое туристический сбор? Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Елизавета Газизянова. В высшей школе государственного и муниципального управления состоялось очередное открытие программы обучения для новой группы глав сельских поселений Республики Татарстан. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шихудинов, первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и другие участники программы. Она учитывает актуальные аспекты деятельности руководителей сельских поселений. Обращение с твердыми коммунальными отходами, эксплуатация гидротехнических сооружений, управление муниципальным имуществом, профилактика чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с населением и другое. Программа обучения разработана Ассоциацией Совет муниципальных образований Республики Татарстан совместно с администрацией Раиса Республики. По итогам обучения предусмотрена итоговая тестация в форме электронного тестирования. В ваших руках находится восприятие власти того, как она работает здесь. Сидят руководители в министерствах, ведомствах, никто не видит, как они работают. Может быть, раз в год на коллегии по телевизору покажут. Самое ценное – это когда вы качественно, клиентоориентированно общаетесь и решаете вопросы непосредственно у населения, которое оно поднимает, которое оно встает. И мне кажется, что несмотря ни на какие технологии, несмотря ни на какие вещи, самый главный навык – это умение разговаривать, общаться с людьми. Это большая работа, и мы благодарны руководству Республики Татарстан, что нам доверяют проводить такие курсы, такие семинары, обучающие программы реализовывать. У нас накоплен достаточно большой потенциал, и сегодня университет участвует в одной из основных программ развития высшей школы. Эта программа называется «Приоритет 2030». 2 октября в здании Института геологии и нефтегазовых технологий стартовала международная конференция «Палеомагнетизм и магнетизм горных пород». Она проводится ежегодно с 1979 года. Уже в четвертый раз международная школа-семинар проводится в городе Казань. Почему данные направления так важны сегодня, узнавал Николай Асуховский. 2 октября в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета стартовала Всероссийская конференция с международным участием «Палеомагнетизм и магнетизм горных пород». Она проводится с 1979 года и собирает вокруг себя ученых и профессоров из области изучения геомагнитного поля. По словам самих экспертов, очень сложно представить современный мир без изучения земной поверхности. Казань уже четвертый раз становится площадкой для проведения международной конференции. Директор Института геологии и нефтегазовых технологий Денис Нургалеев рассказал о достижениях Казанского федерального университета в изучении «Палеомагнетизма». «Это такая, знаете, наверное, самая вкусная, приятная наука в мире. Потому что я ее занимаюсь, занимался всегда всю жизнь. Это наука о древнем магнитном поле Земли. Как можно узнать, какое было магнитное поле в прошлом? Конечно, по горным породам. То есть геофизики научились брать породы, изучать их и определять, какое же было направление поля и напряженность поля в далеком прошлом, даже миллиарды лет тому назад. То есть эти данные позволили построить известную с ним тектонику плит, посмотреть, как движутся континенты, двигались, куда они двигались, как двигались, что соединялось, как ганвана разрушалась. Это все очень интересно». «Палеомагнетизм» — довольно молодое направление в науке. Его изучение началось в 1940-х годах, когда британский физик Патрик Блэкетт изобрел устройство для измерения очень небольшого количества магнитных полей, связанных с намагничными минералами. Изучение данной науки помогает с невероятной точностью построить модель движения литосферных плит. Доктор геолога минералогических наук Алексей Дыденко рассказал, как может помочь палеомагнетизм в строительстве солнечных электростанций. «Мы сейчас изучаем аккреционные комплексы на Дальнем Востоке. Сихотеолинская аэрогенная система в основном представлена терроринами аккреционно-коллизионного типа. Мы изучаем их палеомагнитные характеристики, восстанавливаем их движения. И другое направление исследований — это связь с полезными ископаемыми. И вот мой доклад сегодня как раз-таки будет посвящен одному из важных видов полезных ископаемых — это меди. Медь — это металл будущего. Вы, как геологи, наверняка знаете, что это и зеленая энергетика, солнечная, аккумуляторы, электромобили. Там очень много меди. Медь — очень востребованный металл, и вот мы пытаемся выработать, разработать прогнозы по обнаружению медно-порфировых местностей. Ученые отмечают, что у палеомагнетизма широкая область применения. Знание в области магнетизма Земли применяется для определения возможного возраста горных пород и реконструкции истории изменения поверхности земной коры. Также профессора акцентируют внимание, что изучение науки поможет точно узнать о происхождении землетрясений, извержении вулканов и помочь в нахождении залежей полезных ископаемых. По словам заведующего лаборатории древнего геомагнитного поля Валерия Щербакова, для дальнейшего изучения требуется привлечение молодых специалистов. Наиболее существенное — это достижение на самом деле в области магнетизма горных пород, которые являются основанием палеомагнетизма. Здесь мы сделали ряд работ, которые сейчас вошли фактически в необходимый протокол исследований палеомагнитологов всего мира. Мною предложена идея о возникновении инверсии как такого случайного процесса с памятью, который очень ложится на экспериментальные данные. Международная конференция «Палеомагнетизм и магнетизм горных пород» пройдет со 2 по 7 октября. Участники представят множество докладов, напрямую связанных с «Палеомагнетизмом» и «Магнетизмом Земли», объединяются опытом с коллегами и наметят цели на будущий год. Николай Асуховский, Александр Кузнецов, Универньюс. Среднее профессиональное образование на сегодняшний день является одним из массовых программ обучения в России. Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета также занимается реализацией этого проекта. О том, как проходит подготовка будущих дипломированных дизайнеров и сколько студентов успешно прошли все вступительные испытания в этом году, узнаете в следующем сюжете. Еще в 2022 году президент Российской Федерации подписал указ о праздновании Дня среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября. СПО можно назвать промежуточным звеном между школой и вузом. Его получают, чтобы стать специалистами-практиками. Сегодня данный вид обучения является самым массовым в России. В Казанском федеральном университете сейчас реализуются 24 направления. 10 из них в Набежночелнинском институте, 6 в Елабужском и 1 в Казанском федеральном университете. Последняя совсем недавно открыла свои двери. С этого года у нас открылась программа для среднего профессионального образования по дизайну. Набор прошел очень успешно. Мы планировали набрать одну группу, набрали целых три группы. Общее количество студентов у нас получилось 75 человек. В сентябре Институт дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета дал старт новой образовательной программе среднего профессионального образования по направлению дизайн. В процессе обучения студенты будут знакомиться с ремесленной деятельностью, узнают, как работать на объектах культурного наследия, научатся разрабатывать проекты, социально значимые для города, а также освоят IT-технологии, востребованные в современном мире. Среди них – моушн-дизайн, создание сайтов и графики. Преимущества данной программы обучения – интенсивный учебный план, раскрытие личностного потенциала каждого студента, получение в большом объеме прикладных навыков, а также сотрудничество с преподавателями Казанского федерального университета, практикующими дизайнерами, архитекторами и деятелями культуры. На первом году обучения в любом случае они проходят программу среднего общего образования, но тем не менее мы им даем параллельно творческие направления, творческие дисциплины они уже проходят, и уже со второго года у них будет больше творческих дисциплин, и уже они смогут применять свои знания в работе и уже начать работать даже параллельно обучению. Среднее профессиональное образование в Казанском федеральном университете – это не только получение качественных знаний с большим объемом практической подготовки, но и перспективы для карьерного роста. Немало важно, что студентам предоставляется возможность работать уже со второго курса и при желании после окончания обучения продолжить получать знания в КФУ без сдачи ЕГЭ. Кристина Отекина, Фаридзе Хедеглы, Универ Ньюс. Российский туризм стремительно развивается. На популярных улицах Казани можно увидеть множество экскурсионных групп, а отели и гостиницы забиты до отказа. Для этого власти вводят туристический сбор с каждого приезжего в гости человека. Что это и как это работает, узнала наш корреспондент. Курортный или туристический сбор – мера, которая уже издавна практикуется как за границей, так и в России. Так, с апреля 2024 года в городе Санкт-Петербург вводится такой сбор в размере 100 рублей за день и не должен превышать эту сумму. Человек платит деньги, которые включаются в стоимость гостиницы перед или после заезда. Закон о таком платеже имеет вполне логичное объяснение, ведь количество туристов в крупных городах растет, как и проблема мест их размещения. Так, деньги, которые были оплачены за туристическое нахождение в городе, направляются на развитие этой сферы. Что касается Российской Федерации, то практика и инициирования такого курортного сбора впервые была введена сразу в четырех регионах. Это Крым, Краснодарский край, Ставропольский край и Республика Алтай. Он направлен на то, чтобы эти средства целенаправленно шли на развитие туристической инфраструктуры и строительства новых гостиниц. Вопрос туристического сбора также рассматривается и в Татарстане. Ведь уже за 2022 год Казань посетили 3,7 миллиона человек. В таком случае проблема с нехваткой мест на размещение прогрессирует. И как раз тут может помочь символический взнос, который при суммировании может стать существенным капиталом. Он поможет развить гостиничный бизнес и улучшить качество туристической сферы в городе. То есть человек оплачивает. Оплачивать можно или наличными средствами, или перечислением на карточку. Человеку выдается квитанция. И далее гостиница отправляет вот эти вот целенаправленно курортные средства именно на соответствующую статью поступления денежных средств в бюджет региона. Но в целом можно наблюдать, что туристический поток в республику растет. И если в прошлом году он был 3,7 миллиона туристов, то по прогнозам, точнее по подсчетам за последние 9 месяцев 2023 года он может составить 4,3 миллиона. То есть на 500 тысяч больше. В Казанском федеральном университете тоже активно поднят вопрос туризма и даже выделяются средства на поездки в крупные и исторически значимые города в России. Например, ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа», где в этом году занявшие первенство студенты отправились в Санкт-Петербург. Университет полностью оплатил поездку от перелета до проживания. Четыре дня ребята провели полностью в изучении культурной столицы России. Для многих одногруппников моих это был первый полет, потому что мы летели на самолете. И вообще первая поездка в большой город. У всех были глаза воодушевленные, вдохновленные. И видеть такие счастливые лица и понимать, что это благодаря совместным усилиям для меня, как для староста, было большой наградой. Стоит отметить, что туристический сбор не касается лиц, не достигших совершеннолетия. Ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также инвалидов первой и второй групп и многодетных семей. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс. В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета впервые собрание для родителей первокурсников прошло в новом формате. Главным отличием стало выстраивание тесного взаимодействия в режиме открытого диалога с родителями для полного понимания организации образовательного процесса в стенах учреждений. Главной повесткой стал перечень нововведений этого учебного года. В рамках встречи помимо организации учебного процесса подробно рассказали и о внеучебной деятельности, включая систему стипендиальной поддержки. Родительское собрание завершилось экскурсией по учебным и научным лабораториям института с возможностью наглядно ознакомиться с материально-техническим оснащением, представленным в инжиниринговом центре и в передовой инженерной школе «Киберавтотех». Мы существенно изменили учебные планы и в этой связи нагрузка на студентов возросла. Именно это позволит им получить достойные необходимые знания. Мы считаем, что образование хорошее, лучшее образование можно получить только в сочетании с научной деятельностью. Поэтому я и от преподавателей, и от студентов каждой каферы требую выполнения, так скажем, всех мероприятий и медоучебных программ под лозунгом «Образование через науку». Я бы сказала на дальнейшее, чтобы руководство, педагоги, заведующие собирали бы нас, родители, потому что нам интересно, чем живут наши дети, потому что они все равно нам такого не говорят. А от вас мы получаем более такую полную, достойную информацию. Мне очень понравилось. Я рада, что КФУ начал делать родительские собрания. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!